несколько фоток инкубатора в работе закладывали сперва куриные яйца потом гусиные вывод 95 процентов с учетом наших яиц выводом я доволен получился инкубатор отлично если видео было полезным ставим лайки комментируем задавайте вопросы отвечу всем идем дальше по инкубатору сделал как он сделан какие способы технологии тут применял какое оборудование было использовано просматривая это видео до конца вы сможете сделать такой же инкубатор самостоятельно дома своими руками начинаем значит корпус сделан из пенополостерола троечка 30 миллиметров брал я самый экологически как бы такой чтоб без запаха было 12 вольтовый работает от аккумулятора или от внешнего блока питания на 12 вольт потом электроники расскажу чуть позже сейчас немножко внешнем виде по самом корпусе получается расскажу вот об этих отверстиях это отверстие выход отработанного воздуха получается и из самого инкубатора она где-то 12 120 миллиметров то есть 12 миллиметров где-то градусник получается обычно аналоговый это спирт и спиртовый градусник не стал сюда ставить ртутные так как эти безопаснее но рекомендуется для таких вот дел как инкубаторы как еще какие то есть это более экологически чистые значит снизу вот у меня висит датчик влаги гигрометра так он тут по центру лотка вся эта система вот у меня вот сидит на такой 3 очки и вот на таких кусочках тоже пенополостерола вкручены саморезами и приклеены также дополнительно снимается вся эта система вот таким вот способом то есть очень легко пазы сюда входит рейка и снимается подвигается в сторону ну это чуть хуже мы пока не ставим обратно значит дальше мы идем дальше у нас дальше у нас идет вот такой механизм с датчиком температуры значит тут речки у меня от поворачивается вот таким вот макаром но и и поворачивается брата это сделано для того чтобы можно было снимать лоток он не мешал прикреплен он по центру вот этого отверстия чуть позже расскажу что это и для чего это сделано также расскажу о немножко о месте потом где в какой точке вот он тут у меня находится чуть позже расскажу почему именно тут я его установил и какая какое у него расстояние от яиц и также какое расстояние влагометра влагомера от яиц от лотка вернее идем дальше снимаем вот этот вся эта конструкция с термометром получается из влагомером и вот он такой ставится и ниже у нас получается сам лоток лоток получился на 130 яиц куриных и на 70 гусиных значит что у меня тут также речки сеточка получается 150 на 100 15 миллиметров на 15 дальше речки вкручены к стенкам боковым это тут держится получается весь механизм и потом мне сейчас расскажу немножко не получается вот это у меня шпингалет он останавливается по лотке лоток получился на 130 куриных и 70 гусиных значит речки деревянные я потом в другом видео я выложу все размеры чертежи лотка и самого инкубатора и электросхема будет подключением всего как и что как работает значит лоток переворот яиц осуществляется вручную вот вот получается так сейчас у нас переворачивается так теперь смотрите тут такой нюанс вот шпингалет у меня еще стоит то есть он служит фиксатором для лотка в последние дни когда уже нельзя уже не надо переворачивать яйца то есть его фиксирую и птица уже выводится так еще раз пока я покажу как осуществляется разворот вот получается так получается у нас на право и на лево все держится замечательно ничего не шатается вот она теперь снимем лоток покажем систему значит лоток снимается таким вот образом очень легко снимается вверх и убирается смотрим значит вот на этих гаечках стоит сидит лоток вот тут он получается поворачивается вместе с ручкой с той стороны получается вот так вот гаечки закручены намертво там тут тоже из речки на самом самом лотке вырезаны как бы посадочное место под гаечкой сейчас я покажу вот так чтобы она плотно входила никуда не туда не сюда она не двигается гаечка сама это гаечка подключить 17 что у нас внизу вот у нас на днище стоит еще дополнить еще один дополнительный термометр это так на всякий случай для подстраховки то мало чего с этими электронных электронными датчиками этот вентилятор он малюсенький 5 сантиметров он получается от видеокарты старый компьютера я снял он работает не постоянно так иногда включается выключается это так чтобы дополнительно перемешивать воздух много оба ванночки с водой которые это получается часть от ящика шуруповерта она стала тут как раз идеально я подумал почему бы ее не ставить не искать что-то другое не мудрить значит над ней стоит вентилятор прикреплен вот к реечкам вентилятор включается по необходимости для увеличения влажности если вдруг сама площадь ванночки не справляется то включается вентилятор и влажность очень быстро поднимается до определенных до нужных цифр значит как вода попадает в саму ванночку чтобы не открывать в процессе крышечку получается вот у меня вот идет от трубочка вот она вот сюда и получается вот на выходе сюда где я уже показывал ранее сюда наливаем воду и она вот по этой трубочке попадает в саму ванночку выливаться из ванночки даже если мы наливаем много воды и не видим что внутри она не может никак так уровень когда доходит до трубочки все вода выше не идет то есть она наполняется тут в этой колбочке выше не идет вот вентилятор прикреплен к клемме для быстрой демонтажа то есть если вдруг там в процессе инкубации вентилятор вышел из строя то есть его можно просто быстро из клемм снять и поменять об нагреве воздуха в инкубаторе то есть об системе подогрева или системе нагрева из получается вот вот это все и нагревает весь воздух в инкубаторе до определенных цифр значит получается вот эта часть корпуса от компьютерного блока питания к нему привинчена получается кусочек рейки а рейка и сама рейка уже к корпусу инкубаторов пенопласт саморезами сейчас я его откручу и мы посмотрим что внутри как все это сделано очень все просто никаких сложностей вот все снимается все закручивается очень быстро вот таким вот способом сделано что у нас тут у нас тут компьютерный кулер и сами обогреватели ну сами получается придать это спирали нихромовая спираль 2 спиралки я потом чуть позже расскажу как я их подбирал и как вы можете их подбирать и немножко других способов вот этот где такие вот направляющие тоже из пенополистирола вкручены к полу приклеены также сюда скотч приклеен алюминиевый для так чтобы воздух лучше скользил получается также вентилятор прикреплен также то есть подсоединен через контактные клеммы тоже для быстро возможность быстрого демонтажа если вдруг он выйдет из строя в процессе инкубации то есть не надо там изоленты работать резать еще открутил саморезики получается вытащил буквально за пять минут меняется и все значит вентилятор дует воздух свежий который берется получается снаружи через отверстие которые наружи получили и нагревает его через спиральки проходит весь воздух горячий проходит через и и яйца и обратно то есть лишний воздух уходит через отверстие вот это на выходе оставшийся воздух втягивается обратно к вентилятору через вот это вот отверстие чуть позже открою заднюю крышку покажу как там внутри принципе там все пусто там только сделано для того чтобы воздух вот получается по кругу так циркулировал внизу он нагревается через яйца проходит нагревает яйца и чуть-чуть охлаждается и уходит до получается вот на этом месте у меня и стоит датчик температуры то есть получается воздух когда уже проходит от на этом уровне от этом уровне он и контролируется прибором то есть терморегулятором и скажу что вот в этом месте и так как все это сделано у меня с этими размерами вывод у нас получился где-то 90 процентов чтобы сильных что куриных это с учетом наших собственных яиц непокупных вот подключаем подключаем вот таким вот способом у нас все быстренько подключается сейчас я подключу к внешнему блоку питания такой аккумулятор не на месте все у нас он подключен все держится значит это кнопка включения сеть видим включился терморегулятор это у нас получается индикатор что что сеть есть испытание смотрим значит это у нас включатель освещения вот мы включаем сейчас вентилятор увлажнение если мы значит тут включается вентилятор дополнительного теперь открутим развернем панель окажем панель внутри как там все уложено сейчас в принципе я покажу общий обзор чуть позже в другом видео появится сама схема и все как это работает вот так у меня все это снимается вот вот она расскажу чуть-чуть так получается это у нас включатели идут питание вентиляторы это у нас резисторы для того чтобы вентиляторы вентилятор воды увлажнение вентилятор перемешивания воздуха дополнительного крутились медленно то есть для снижения оборотов можно конечно ставить и электронный регулятор оборотов но я не стал это делать так как достаточно этих резисторов для понижения оборотов тут получается у нас идет вот он сам терморегулятор 12 вольтовый в 1501 эти резисторы у меня идут тоже для понижения напряжения для светодиодов потому что подачи сама подачи 12 вольт диодики они на три с половиной вольт поэтому там в другом видео расскажу как подобрать эти резисторы и как все это подключаю подключалась ну вот это гекрометр стоит там снизу логометр так снимаем и говорим эту крышечку чтобы показать что там внутри в принципе если вот в таком виде смотрим видим что там практически ничего нет там пространство все пустое для того чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри тут вот так же сделаны такие вот буртики полочки из пенопластирола вкручены саморезами дополнительно приклеены чтобы вот вот эта крышечка тоже из пенопластирола встала на них все это потом получается когда уже я просто сейчас снял тут было все силиконом замазано чтобы ничего герметично чтоб все было но я сейчас все это срезал можно было показать вот снимаем внутри у нас тут у нас идут провода от нагревателя и вентилятора уложены красиво и идут вверх на панель управления тут идут провода от два других вентилятора которые внутри над водой на ванночке и до дополнительные вентиляторы для перемешивания воздуха вот это провод получается от датчика температуры тут от датчика власть влаги и освещение туда же вверх идет на панель получается вот это вот эта шпилька это и есть но она держит механизм переворота лотка с той стороны вот так она тоже тут планочка вкручена саморезами с той стороны все это держится намеркло пока все получается вот так вот все это крутится если вам что-то было непонятно о конкретном узле конкретной части моего самодельного инкубатора пишите в комментариях и я сниму видео по подробнее об этом узле или части инкубатора не забываем подписываться на канал чтобы быть в курсе моих новых видео до встречи и